Вот, ход дошел и до этой части, до правой стороны. Сейчас пройдемся трезаком с водичкой. Всю часть надо прошкурить, снять тоненький слой лака и потом начать полировать. Я решил пройти все это дело, в том числе и заднюю часть. Пройти, как было пройдено первым номером полироля. Сейчас здесь зачистка, прохожу тоже первым номером, потом проход вторым номером, третьим номером и отдельно буду заниматься капотом, потому что он, скажем так, в состоянии в ужасном. Тут практически матовой в этой части, потому что передней части, как бы, достается больше всех. Ну вот, приступим. Ну вот, результат. Все прошкурено. Задняя часть. Боковая часть. И вот здесь на капуте. Сейчас все это надо замыть, высушить и начать полировать. Вот, замыли мы все. Делать это надо как можно более тщательно. Сейчас машинка будет высыхать. Вот эта вся грязь при полировке, она будет только удлинять время работы и портить, в общем-то, эффект. Потому что эта грязь, она смешивается с полировкой и ухудшает результат при полировке. Вот, все поотмыто. Сейчас убираем влагу и можно продолжать, то есть приступать к полировке. Машинка высушена, подсохлась. Вот видно, на видео видно, что прошкурена часть лака. Прошкурена, имеется ввиду, снят слой лака матовый, не блестит. Теперь можно приступать к полировке. Естественно, не все царапины уходят, не все скулы от камней. Все вот эти дефекты крупные останутся, но по-любому машинка будет более свежей. Приступаем к полировке. Вот она, результат. Машинка начинает отряжаться. Заблестела все. Я прошел заднюю часть и вот этот бок. Результат, думаю, виден. Но это только лишь первый номер. Дошел я вот до этой части бампера. Вот до сюда. Фары перед бампера я буду полировать отдельно, поскольку вот эти фары я буду снимать. Сейчас я займусь подготовкой капота. Обклею все здесь, а потом буду отдельно полировать фары и бампер. Или, может быть, наоборот. Сейчас дополирую. Скорее всего лучше дополировать бампер передний. Да, так будет лучше. А потом заняться фарами и капотом. Поскольку фары требуют отдельного внимания и лучше всего их будет снять. Вот. А капот все обклею и им буду заниматься отдельно. Потому что самая пострадавшая деталь. И тут, в общем-то, видно, что глянец понятие условное. Вот он весь матовый, весь побитый. Тут на нем. Сейчас я попытаюсь резкость навести. Можно сказать, живого места нету. Здесь он посеченный. Камушками, галечкой, мухами и так далее. Песком. Вот так. Вот видно. Тут уж, как говорится, как получится, так и получится. Но, тем не менее, видно, что машинка заблестела, преобразилась. Даже после первого номера. Прошел я дважды первым номером бампер. Все, конечно, заблестело. Вот. И с бампером уже смысла воевать дальше нету. Поскольку он настолько сильно посечен, что тут выводить просто нечего. нечего, 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 нечего. Результат, в принципе, нормальный. Глянец хороший. Но. Видно, что все здесь посечено достаточно сильно. и только тратить время, полироли, силы. Вот. Видно на видео, что тут как бы результат на этом следует и остановиться. Глянец есть. Все есть. Посвежился. Почистился. Вот. Теперь можно полировать вторым номером в круг и заниматься фарами. с моющим средством вычистить ее и до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok.